Мирослава на месте. Добрый вечер, если бы вы знали какое это. Ведь представляете, всех закончивших высшее образование, сельхозообразование, вдруг, все прекрасно понимает. Получается, я-то думал, одни сибиряки противостоят европейцам. Вот в Москве, значит, железов дурак, то есть проходимец, а в этом Питере-то, оказывается, ничего, годится. Сгодился, да, Мирослава, для питерцев? Вот, а ваша фраза, что там, оказывается, тоже есть эти спорщики, то есть есть сторонники того, что листья-то нельзя убирать, ведь это не просто убрать листья, упавшие на это, их нельзя убирать, потому что дерево-то кушать будет нечего. Оказывается, все-таки есть люди, которые это понимают. Вы знаете, как на настроение подняли? Когда тебе все время говорят, что ты дурак, когда-нибудь сам поверишь, что дурак. Спасибо вам за это. Только я не оттуда, все-таки выше были. Все-таки я начал. Сначала пошел Юрий, здравствуйте. Шалепов, добрый вечер. Александр Снебирев, добрый Юрий, имени суток. Феда Сеева, Междуречник, здравия. Кричите на Москву, добрый вечер. Леонид Бухтияров, привет из Казахстана. Он это навсегда прописался здесь. Леонид. Мирослава, я начал с вас, просто вот так вот было. Я думал, что вы самые первые поздоровались. Так, Суренин, добрый вечер. Привет. Сергей Александрович, здравствуйте. Виноградов, здравия. Борис Добра и Света. Виктор Казаков, здравствуйте. Виталий Шостак, всем плодородия и процветания. Ирина, привет, Алтай. И, наконец, единственное письмо. Сегодня особо никто писать не стал, вопросы задавать. Вот единственное письмо. Ирина, привет, все садоводы. Привет из Екатеринбурга. Как вы там живы после пожара? Здоровья вам, успехов во всем. В саду поспели абрикосы, сартов, красные щеки, серый трюк, восторг. Исигинский, дальневосточный, Байкалово. Так, призерщись в плодах, но только все еще начинает желтеть. Яблони в этом году отстают. От созревания много плодожорки. Груша в Эллинске, крошили все в плодах. Ну что, поздравляю, Александр? А вот Екатеринбург, он интересно, как считается. Одни считают, что это Северный Урал. Другие считают, что это Северный Урал. Вот. Так, Сергей, Саратовская область, Амурская область. Как-то один дух, одновременно на двух областях. Добрый вечер. Так, это самые короткие в нашей жизни. Обычно 10-20 писем мы с вами бывало и часа не хватало, чтобы прокомментировать каждое. А сейчас все. Видите? Сегодня будет покороче разговор. Так, что у меня... Так, хорошо, что, допустим, Александр Ремин, да, читал про успехи Екатеринбурга, да? Вот. Сейчас нет, это версия совершается. Значит, мы давно забыли, что у меня есть отдельная папка с рекордами, не только по урожайности, но и по весу плодов. Давайте это дело продолжать. Знаете, почему это надо? Вегетативная губернизация, а если по-простому, это прививки по особым условиям, помните, разновидовые прививки, вот, вроде бы и получается химера, а помирать не собирается, а плоды какие-то особые. Вот этот момент, а даже внутривидовое тоже, при определенных условиях плоды укрупняются, укрупняются, укрупняются и укрупняются. Фактически это уже новые сорта, пусть бы нас за людей не считают, что это не сорта, а химеры, чёрт бы с ними, пусть думают. Речь о другом, нам нужно всё это фиксировать, почему? Где-то, когда-то найдутся люди-ка там в самом верху, туда должны, наверное, новые люди попасть. Вот, эти уже безнадёжные. Знаете, с года в год, десятилетия, они ничего током не производят. Вот, а огромный материал у нас, у садоводов-любителей, это, наверное, не десятки, не тысячи, не сотни, а десятки тысяч, к примеру, когда растёт что-то необычное, и нам остаётся только что делать. Нам надо всё это фиксировать и когда-то всё это готово материал предоставить науке. Почему? Вот, допустим, у нас и садоводы, я их уважаю страшно, я помню, Левицкий для меня гений. Это человек, который здесь так двинул абрикосы, что потом сколько их наука, не наука, а наукообразная технология, технология, которая калечит, 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 здоровее будут искалечим, урожая будет больше искалечим, вот, в ямку посадим, тоже урожая будет больше. В общем, как ни старались, а до конца извести не могли. Вот смотрите, я сейчас, эх, жалко, я не успел, не успел я перекинуть серые фотографии. Там, под абрикосом, который называется Патриарх, вот таким ковром сплошным лежат абрикосы, причём много ещё на дереве осталось. Не виданные, ну где-то, по моим прикидкам, 40-50 лёдер будет с одного. А это не один пример, он просто показательный чем, что я разговорчив, я кругом на слуху, вот, вызываю не только положительно, отрицать эмоции, но всё равно же вызываю. И получается, что нам, ну естественно, это, когда-то он понадобится науки, согласитесь, согласились, вот. Жаль дерева в Сибири, где-то, ну где-то, пусть неофициально, но где-то 30-40 лет она дала. Так, а вот это вкусное, настоящее вкусное плоды. Не какой-то дикарь, который плюёшься, а наоборот, ешь, 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 ещё хочется. Вот, и ещё такие примеры. А они не только у меня. Вспоминаю 130 грамм, причём его при большом урожае, всё дерево в плодах, там, это Калининград, это ваш бай. А я как говорю, откуда он не бай взялся? Коль-то длинная речь, но цены. От левицкого. Садись мой, пусть не кай, пусть не кай, от левицкого. И бай от левицкого. Конечно, он давно полузабыто. Да, считайте, у нас поколения сменились, он давно в могиле. Вот. И никто никогда не спорит, и спасибо не скажет, и не приедут делегации там с академией наук, с министерством и хозяйством. Скажем, я красавец. И семья же осталась. Давайте съездим к нему на могилу. Давайте святы положим. Может, там память их скромная. Давайте ему заказ на настоящий памятник. Пусть он будет стоить 100 тысяч рублей. Вот цепочка пошла. Мне говорят, что это на готовом. Да, на готовом, но нет науки. Понимаете? А у нас таких были десятки людей. И сейчас еще можно поискать. Пусть уже много ушло. Но и сейчас можно еще найти уникальный деревень. По округе. Субтитры создавал DimaTorzok